Такая буква у них есть, она по-русски как-то странно выглядит, но это название галлининга, и вот там меня поразила, конечно, вот такая энергичная, экзистемальная живопись, и еще больше поразило то, что в середине 90-х годов в Белоруссии, о которой мы знаем слово Лукашенко, возможно такой способ. Потом я видел выставку Игоря на линзовой галереи Алинах-12, это была выставка «Кризис в районе», где нам задавали вопрос, где же все-таки рай он был, есть ли будет. Ну и вот так я понял, что у меня появился еще один художник, еще один властитель духа, и вот это состоялось, опять же говоря, благодаря фестивалю. Поэтому я, мне кажется, это очень органично соответствует теме фестиваля, может, субботова, называется она «Человеческое вещество». И еще один штрих, сегодня я встречался с Андреем Питовым, и я являюсь его кумиром уже 40 лет, и он… Ну и он очень заинтересован в искусстве Игоря Тишина, хотел прийти посмотреть, потому что он видел его работу Платонов, и мне кажется, это очень ярко характеризует Игоря. Так что я поздравляю Игоря, и благодарю вас. Спасибо, я с вашего позволения скажу несколько слов, что дадим слово автору. Дело в том, что, как вы знаете, в этом году Воронеж имеет статус культурный столик, что просто независимый государство, и мы более и более особо внимательно смотрели на все постсоветское пространство, желание разглядеть поинтересное, достойное фестивале, уровнем которого мы дорожим, на котором действительно успели побывать, на котором из себя показать выдающиеся художники современности. И формировать программу с каждым годом становится все сложнее, и вот еще с этой поправкой на пространство СНГ нам пришлось немало потрудиться, чтобы как-то… Понятно, что страны живут своей жизнью, и искусство их разнообразно бесконечно, но найти приемлемый проект, который представлял бы, скажем, эту республику в нашей общей такой вот палитре культурной столицы, было нелегко. Алексею спасибо за предложение, которое, с его стороны, было одним из многих, а уж фестиваль со своей стороны сделал выбор, и нам показалось очень важно разыскать Игоря, и именно его искусство представить Воронеже. Понятно наверняка, что художник, который занимается искусством неофициальным, искусством таким далеким от того, которое поощряется обычно начальством, поощряется обычно государственным финансированием и так далее, может быть в этой роли выступать не очень комфортно. Но мы исповедуем идеологию, в общем, что это две совершенно разные, не пресекающиеся реальности, политическая и художественная. В этом смысле я уверен, что мы найдем в творчестве Игоря Тишина достаточно белорусских корней, какого-то все равно славянского взгляда на жизнь, какого-то советского прошлого или детства, юности, я не знаю, и так далее, и так далее. Культурный багаж, который нас объединяет, при том, что, естественно, мы знаем, что Игорь Тишин известный на Западе художник, достаточно часто и много работает в разных странах. У меня вот записаны выставки, в странах, в которых состоялись это Франция, Швейцария, Бельгия, Голландия, Германия, Люксембург, Великобритания, Испания, Италия, Польша, Кувейт и также Беларусь. Вот, значит, название выставки «Человеческое вещество» — это образ из котлована Андрея Платонова. И очень здорово, что Игорь Тишин не просто любезно принял наше приглашение и согласился представить свои работы, но и нашел тот ракурс, который соединяет его творчество, сегодняшний этап его видения мира, и все-таки контекст Платоновского фестиваля. Мы видим вот три лица Платонова, на меня смотрят с разных сторон, это необычайно интересно. Какие-то работы создавались, если я правильно понимаю, здесь, сейчас еще, да, может быть, Игорь сам об этом скажет. Одним словом, замечательно, что, опять же, вот за нами был выбор. Многое, на самом деле, у Игоря Тишина, как сказать, коллекции, направлений, творчества большое. И часть из них Алексей упоминал, действительно, нам показалось важным предложить сделать экспозицию с акцентом на человека, на его, так сказать, все-таки индивидуальность, лицо, я не знаю, там, существо человеческое и так далее. Спасибо вам, что вы согласились от имени фестиваля. Я поздравляю вас и всех нас с тем, что эта выставка сегодня у нас открывается. Я думаю, что воронежцы и гости фестиваля посмотрят, и она ставит какой-то обязательно интересный след в нашем сознании, в наших душах. Спасибо вам. Спасибо вам. Скажите несколько слов, пожалуйста. Я не знаю, о чем говорить. В первую очередь, конечно, хочу сказать большое спасибо и вообще организации Платоновского фестиваля. за вот это предложение, а также галереи «Хлам» и, конкретно, вот, Гарбонов Алексеев, за вот это тоже, за возможность сделать здесь выставку. Я здесь никогда не был, и я очень рад приехать сюда, я рад был увидеться, встретиться и познакомиться с очень хорошими людьми. Вот, ну и, конечно, спасибо большое вообще за возможность здесь делать выставку, и здесь же ее пришлось частично готовить и сделать полностью, почти все. Многие работы занялись за эти. Так что, ну, я единственное, только хотел еще, ну, пожелать, пожелать и галерею дальнейшего процветания и Платоновскому фестивалю тоже многих-многих лет жизни. Вот, и я вообще был удивлен, что, что, как бы, здесь проходит такой, как бы, значительный фестиваль, и так много значительных коллективов приезжает на него. Вот, 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 я смотрю программу, какие спектакли, какие концерты, это, конечно, очень большой труд, большая работа и большие деньги, и вот, хорошо, что это все как-то совместилось вместе здесь. Так что, спасибо всем и спасибо Равну. Да, все, в одну секундочку. Я хочу добавить, что Игорь великодушно дарит одну из самых больших работ в Платонском фестивале. Вот, мы ее на самом последовательном месте расположились, и мне кажется, что это очень важно. Спасибо, большое спасибо. Я надеюсь, что, да, у этого будет какое-то еще продолжение. Я, да, тоже, прошу прощения, не упомянул. Конечно, мы со стороны фестиваля тоже и галерею Платоновского постоянного партнера благодарили и поздравляем за проведением. Спасибо. Спасибо.